Здравствуйте! В эфире программа «Линия правды» и ее ведущая Арайла Мшатарамбек. Финансовое интернет-мошенничество сегодня широко распространено в казахстанском обществе. Об основных методах финансового мошенничества и о том, что нужно знать, чтобы не поддаться на провокации третьих лиц, расскажет первый заместитель начальника управления полиции города Кукшетау, полковник полиции Жанат Шакетаевич Шарипов. Еще раз здравствуйте, Жанат Шакетаевич. Добро пожаловать в нашу студию. И первый наш вопрос. Какие типы и виды интернет-мошенничества распространены в наши дни? Основными видами на сегодняшний день наиболее распространены фейковые сайты в различных ресурсах, как AllX, Колеса, Инстаграм. То есть продают определенную вещь по заниженной специальной цене, когда более-менее уже народ начинает видеть и ведется на данное объявление. Естественно, каждый хочет сэкономить в этом отношении и пытается под всякими предлогами заполучить эти непосредственно тот или иной товар. И зачастую скидывают предоплаты, бронируют и в конечном итоге, что в некоторых моментах даже полностью оплачивают тот или иной товар. И в конечном итоге просто до конца не поступает этот товар и подвергается мошенническим действиям. Какие существуют законодательные меры для борьбы с интернет-мошенничеством? Законодательные меры у нас, статья это непосредственно мошенничество, как интернет идет, у нас только по статистике за текущий год, за пять месяцев у нас таких фактов более 230. Ответственность за это, да, действительно имеется, уголовная ответственность. Однако мы сталкиваемся с проблемами, когда непосредственный злоумышленник находится не на наших территориях, то есть за рубежом. Какие основные методы используют мошенники для обмана в сети? Ну, для обмана это доверчивость, первое всего. Но если разобраться там и посмотреть, это те люди, которые преклонного возраста. Кроме этого, есть люди, которые наиболее часто сидят, которые в интернет-пространствах заказывают там, допустим, определенные товары. Эта схема, в принципе, видно по заявкам, по посещению, сколько человек приобрел там. И на вот этом вот стадии, получается, отрабатывают с ними. Ясно. А существуют ли какие-то особенности в интернет-мошенничестве, о которых могут не знать современные пользователи? Современные пользователи, это, опять же, говорю, уже доверчивость, это неграмотность у нас, получается. Люди, несмотря на то, что с ними проводят определенную беседу, где-то что-то мы, допустим, опубликовываем, видеоролики направляем. Есть у нас, допустим, участковые инспекторы, которые сидят в каждом домовладении определенном там многоэтажных квартирах. Есть у них свои чаты, группы. Мы по вот этим чатам распространяем специально ролики определенные, которые у нас приходят с МВД, где мы сами непосредственно изготавливаем по сложившейся ситуации. Может один месяц лихорадить определенную по интернет-покупкам, второй месяц могут быть, что у нас начинает лихорадить это звонить, что необходимо там оплатить абонентскую оплату, и под видом вот этого всего начинают уходить. Каждый, это зарегистрированное преступление, мы проводим анализ уже с учетом, уже сложившейся оперативной обстановки, уже непосредственно с жителями города Кокшитов проводим разъяснительную работу. Мошенничество в соцсетях становится все более распространенным и разнообразным по форме. Какие предостережения стоит учитывать при общении с незнакомцами в интернете, особенности в соцсетях? Ну здесь в первую очередь, как я уже отмечал, что это низкие цены, доверчивость. Вы же все знаете, допустим, что не бывает так, чтобы вам просто бесплатно это все доставалось. Вот люди идут, опять же, по заниженной цене, по разным моментам, вот таким довериям. Есть у нас такие пару случаев уже, когда у нас семьями, получается, обманывали. Почему я обращаю именно внимание, акцентирую именно на доверчивость? Потому что в нашей практике уже вот только за этот год была такая семья, которая сначала подвергся мужу мошенничеству, далее потом подверглась супруга, и третье это уже сын. И я вам так скажу, что там цены, они в кредитах сейчас вот взяли, получается, что там суммы, которые они подверглись на интернет-мошенничеству, там, это миллионы с каждым. Поэтому здесь у нас в первую очередь идет доверчивость. Вроде бы муж обратился, уже попал, значит, уже необходимо сделать какие-то выводы. Далее, после этого, через месяц буквально супруга, опять же, должны были сделать выводы, что есть такой вот он. Нет, на третий раз уже сын попадается, понимаете? Вот в чем причина, наши основные проблемы. Вроде бы, да, нету сейчас такого человека, что по интернет-мошенничеству, чтобы никто не слышал, не знал. Об этом уже было у нас государством снят теле-непосредственно фильм «Мошенники», и там по полочкам все полностью разложены, все факты афер, мошеннические действия. Но, тем не менее, народ у нас до сих пор, до настоящего времени подвергается к этому интернет-мошенничеству. И становятся жертвами. Хотя уже, я говорю, неоднократно проводим и беседы, и видеоролики опубликовываем. Помимо этого, у нас, допустим, в управлении полиции есть инстаграм, на котором ведется мы практически в неделю 5-6 непосредственно материалов именно на эту тему. Есть у нас LED-экраны. Мы объявляем на LED-экранах вот эти все, чтобы не стать мошенничеством, интернет-мошенничеством. Кроме этого, у нас в местах наиболее массового скопления людей при помощи автопатруля, по средствам громкой связи, а по этой дается звуковая лента о том, что необходимо и как себя предать, стережить от этого. Но, опять же, доверчивость и в конечном итоге становимся жертвами. То есть нужно выработать, в первую очередь, критическое мышление и повышать финансовую грамотность. Да, абсолютно верно. Есть ли какой-то выработанный механизм по раскрытию интернет-мошенничества? В департаменте полиции разработан алгоритм по раскрытию таких видов преступления, а также на ежедневной основе, как я уже говорил, согласно исполнению этих пунктов, программы по противодействию киберпредоступности, в том числе телефонных и интернет-мошенничества. У нас такая программа существует, есть определенные там пункты. Согласно этих пунктов мы проводим работу, это то же самое, вот как я вам уже говорил, довести до населения и выработать в нем грамотность. Жанат Шакетаевич, какие ресурсы и организации могут помочь людям, которые уже стали жертвами интернет-мошенничества? Куда можно обратиться? Так, ну, обратиться это прежде всего к нам. По ресурсам, как я уже ранее отмечал, наиболее такой положительный момент, который сейчас мы практикуем и рекомендуем для населения, это приложение ЕГОВ, можно временно ограничить одобрение онлайн-кредитов, тем самым, чтобы в последующем денежные средства были заблокированы, и просто так невозможно было их перевести. Блокировка на полгода добровольно, также ее можно добровольно снять по этому же приложению. Жанат Шакетаевич, какова статистика интернет-мошенничества на сегодняшний день в регионе? И в сравнении с прошлым годом, какова тенденция? На сегодняшний день у нас по итогам пяти месяцев наблюдается рост. Если в прошлом году таких фактов было свыше 190, то в этом году, как я уже отметил, свыше 230. Почему происходит рост, по вашему мнению? Какие факты зафиксированы в последнее время? Как я уже отметил, уже до этого объяснял, что прежде всего влияет на то, что у нас доверчивость. Раз. Наиболее такое распространенное у нас в последнее время, именно последнее время идет эта неуплата абонентской выплаты. Плюс, помимо этого, создают фейковые страницы. Допустим, сайты необходимо, ты поступай, срочно перейдите, там посылки, начинаешь переходить, они запрашивают определенный момент, и просто нам просто телефон блокируется, далее вся эта система уже с телефона скачивается уже. Усилена ли борьба с интернет-мошенничеством на сегодняшний день? Да, большой акцент. Это делается усиленно работа в этой части. У нас, я же говорю, в этом году мы стараемся до каждого персонально дойти. Как уже отметил ранее, мы проходим по WhatsApp-группам, доводим до населения. Помимо этого, ходим по домам, разъясняем, объясняем. В основном, зачастую берем именно тот возраст, который, допустим, одиноко проживающий, находящий в возрасте, пенсионерам доводим. Помимо этого, проводим работу с организациями и предприятиями. Наиболее актуальны, распространенные, сейчас в последнее время, тоже один из таких маленьких видов мошенничества, это когда путем подметной номера или взлома непосредственно в WhatsApp данных, человек начинает запрашивать в долг, деньги просить, скидывать. И поэтому мы стараемся, прежде всего, привести не просто зачитать там ту или иную информацию, которую необходимо довести до населения, а пошагово рассказать на примерах, какие у нас наиболее часто попадаются под мошенничества, виды их непосредственно и как себе предостережить. Вот, допустим, очень часто в последнее время распространен такой случай, когда пишут на WhatsApp и спрашивают деньги в долг. Не только в WhatsApp, а в соцсетях. Видимо, злоумышленники получают доступ к устройству жертвы и тем самым начинают просить деньги. А так как наш народ доверчивый, многие люди, не удостоверившись в том, что тот ли этот человек отправляет деньги, что бы вы рекомендовали вот в этих случаях? Возможно, нужно позвонить, там, услышать голос, удостовериться или какие бы рекомендации у вас есть? Ну, прежде всего, данные узнать человека на сегодняшний день не проблема. В мире цифровизации сейчас любой вопрос, даже когда необходимо узнать что-нибудь, мы обращаемся к интернет-пространству. По поводу того, чтобы просить деньги в долг, и это подменяет номер, как я уже говорил ранее. Были у нас такие факты, когда действительно просить деньги в долг, и в этих целях мы, да, как вы уже отметили, необходимо, прежде всего, удостовериться, уточнить, действительно ли это этот человек. Непосредственно, если кто-то, если не стал жертвой, с чего номера там, допустим, рассылают в рассылке, мы рекомендуем, может, видели сами, непосредственно сталкивались, когда люди на статус прописывают о том, что я стал жертвой, поэтому просьба не перекидывайте, от моего имени там обращаются, они просят деньги взаймы. Такого характера. А какие бы общие рекомендации вы посоветовали нашему населению, как обезопасить себя от интернет-мошенников? От интернет-мошенников это, прежде всего, не поддаваться никаким провокациям. Я, как уже объяснил в начале нашей с вами разговора о том, что зачастую у нас подвергаются это доверчивые, хотят по дешевке купить тот или иной товар. Это самое основное. На сегодняшний день идет у нас приобретение товара через Китай, распространенный, который начинают заказывать. И заказывают там не просто определенные два или три перечня, зачастую эти перечни доходят до сотни, до двух тысяч. И суммы там тоже аналогичные, не маленькие, а уже более, на миллионы переходят. Начинают заказывать, в первую очередь не знают этого человека, доверяют ему определенные суммы, большие. Как я уже отметил, у нас ничего не бывает в мире бесплатно или за красивые глаза. То, что касается интернет-мошенничества, когда вам разные сайты скидывают, и вы начинаете, это называется у человека любопытство. Не надо заходить в эти сайты. Помимо этого, надо запомнить о том, что начинают, допустим, говорить о том, что у вас счет взломали. Никогда ни сотрудник полиции, ни из банковской сферы, никто вам не позвонит и не будет говорить о том, что у вас гиброатака. У них у каждого есть свои службы безопасности, которые принимают определенные меры к этому. Или автоматически просто блокируют эти операции, да, подозрительного характера. А населению, я говорю, наиболее сейчас распространено, на которое у нас имеется положительный момент, это добровольный отказ от получения кредитов на полгода. Блокируется через... Просто с телефона можно зайти, после передачи, я вам дам вот эти ролики, все можно показать уже там пошагово, как можно, сидя дома, заблокировать. И в последующем случае, если вдруг так получится, что вы все-таки поддадитесь на мошеннические действия, просто система заблокирует и не даст дальнейшим переводом денежных средств или оформление того же кредита. Жанат Шакитович, благодарим вас за то, что вы сегодня пришли в нашу студию, поделились очень важной и значимой информацией. Ну а, дорогие телезрители, мы представляем вашему вниманию еще один информационный ролик об интернет-мошенничестве. Уважаемые жители и гости Акмолинской области, департамент полиции предупреждает, это важно знать. Продолжаются факты интернет-мошенничеств, где злоумышленники представляются сотрудниками Комитета национальной безопасности, звонят от руководителя, госучреждения, поступают звонки от операторов сотовой связи и под предлогом окончания срока действия сим-карты просят сообщить смс-код. Также мошенники могут взломать мессенджер WhatsApp ваших близких и родных и от их имени вступить с вами в диалог. Затем обратиться с просьбой якобы перевести или одолжить в долг денежные средства. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников, не переходите по ссылкам, не диктуйте пароли, не отвечайте на аудио и видеозвонки WhatsApp от незнакомых абонентов, где есть логотипы национального и других банков, так как по видеозвонку могут привязать другой абонентский номер и получить доступ к вашим денежным средствам, депозитам, карточным счетам и оформить онлайн-кредит. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, обращайтесь по номеру 102 с мобильного телефона. Далее можно скачать в интернете официальное приложение 102 или обратиться в ближайшее отделение полиции. При себе необходимо иметь чеки, скрины переписок и другие документы. Дорогие телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Увидимся с вами в следующем эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова